Продолжаем сегодняшнюю программу, которая носит вот это то самое название, тот самый Каплан. Каплан это я, меня зовут Сева. И мои сегодняшние гости справа налево Мурали Махан, который является правоведником и учителем сознания Кришны. И Владимир Трайнин, мой старинный товарищ, который исповедует то же самое, но он пока еще ученик. То есть ты в развед учителя еще не перешел, и вообще входит ли это в твои намерения? Бог творит всего сущего Сев, Бог основа всего, и без ведого Бога травинка не шелохнется. В этой книжечке, которую мне посоветовал прочитать Мурали Махан, было сказано, что мудрец спрашивает у Бога, у Кришны, может ли человек сейчас, вот в это тяжелое время, даже когда идет такое на Украине, быть счастливым? Может, отвечает Бог, как? Он говорит, думай обо мне, говори обо мне, верь мне. А главное, будь предан мне и люби меня. И тогда еще в этой жизни ты и твои близкие, ты и твои близкие будут здоровы и счастливы. Люби меня, он говорит. А так как Бог в сердце каждого человека, то и надо любить всех людей. И я очень хочу, чтобы все люди в мире были здоровы и счастливы. Не только в Америке, не только в России, в том числе и на Украине. Ну, я говорю, он же экстремист. То есть, если все будут здоровы и счастливы, то в первую очередь умрут от голода врачи, так сказать, медицина перестанет развиваться. Ведь, в принципе, технология, двигатель прогресса, она начинает развиваться, когда всякие неприятности, там, война где-то, кто-то нас хочет задушить, отнять у нас что-то, мы начинаем строить систему вооружения. А потом на базе вот этого вооружения у нас возникает легкая промышленность, лучшая там. Короче, у меня давно подозрение, что дьявол был Богу абсолютно необходим, несмотря на то, как ты называешь себя у Бога. Потому что без контрапункта, так сказать, если нету черного, то ты ни хрена не поймешь, что это белое. Ведь так ли или нет? Кришна является причиной всех причин, а ему нет причины. Он наслаждается сам себе. Одной рукой он дает, другой забирает, но поскольку нам ничего не принадлежит, мы не имеем к нему никаких претензий. Может быть, у вас, леди и джентльмены, есть какие-то претензии к этой троице, или есть вопросы, вы можете набрать наш номер телефона, он появляется время от времени на экране. Вот, пожалуйста. И сейчас с нами будет Лена из Нью-Йорка. Лена. Добрый вечер. Добрый вечер. Я, как я, упорно, достойчиво. Я, ну, Ахари Кришна, вы когда-то тоже бегали за вами, и по Арбату, и там у нас АЛГУ на площадке. Вы помните, да, но только у вас другие очки были, круглые, как у Махатма Ганди. То есть за вами бегают девушки, я так понимаю? Но дело не в этом. Когда у нас эти другие очки. Я хочу сказать, что... Вы не могли бы сказать о Раме, о Кришне, вот его детское, детский период. И еще я хотела поговорить о вечности. То есть как вот почему-то православные, вообще христиане, мусульмане предпочитают захоронение в землю, а вот Кришна, Кришна это и вообще, и какие-то там племена или народности, скорее всего, племена Фука Кайбяка, это народные, да и огромные, считают, что так быстрее к Богу, если ты через сожжение. Окей, Лена, ваш вопрос, вот средний из ваших трех вопросов, он, наверное, самый адекватный, потому что бесконечность никакого отношения не имеет с 60 минутом нашей передачи, но попробовать ответить на этот вопрос, Мурали Махан. Итак, ваш вопрос. Как вы понимаете бесконечность? Потому что в Венштейне это не получилось. Это означает, что нет ни начала, ни конца. Жизнь вечна. Жизнь – это душа в теле. Она никогда не началась, никогда не закончится. Но, когда мы отождествляем себя с этим материальным телом, идет отсчет времени. Нам кажется, что мы родились. А когда мы его оставляем, нам кажется, что мы родились. Как вы относитесь к… Но в действительности жизнь продолжается. И нет ни начала, ни конца. Оставив это тело, мы получим другое тело. Может быть, более разумное. То есть, вы уверены? Может быть, лучше, чем это? Да, если мы повторяем Харе Кришне, мы получим вечное. Сад, Читанада, вечное. Исполнил знание блаженства. Духовное тело. Вот, знаете, меня раздражает заносчивость человечества в целом, которое думает, что вот такие, как мы, единственные во Вселенной или в галактике, и больше существ разумных, да еще таких красивых, как мы, на свете быть не может. Я считаю, что человек – существо отвратительное. Значит, вот эти выросты из головы, вот эти, которые он слышит, эти косточки, которые он перемалывает, он кладет туда в это отверстие что-то и перемалывает что-то. И еще у него там хищный язык такой. Он этими влажными, такими шарообразными, какими-то, я не знаю, локаторами, вот так вот постоянно шарит. И некоторые считают, что это красиво. Женщины расчесывают на разный манер и красят шерсть у себя на голове. Мужчины отращивают какие-то себе усы. Нет, извините, усы – это человеческий термин. Ну, короче, и почему-то мы думаем, что мы самые умные во Вселенной. Существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни в космическом проявлении. Среди них человеческих 400, и надо заметить 400 тысяч. И надо заметить, что далеко не все цивилизованы. Если я не знаю… Это утешает, кстати. …кто я есть, и не знаю, что есть цель жизни, которая заключается в достижении освобождения от реинкарнации, круга рождения смерти, то в действительности назвать меня цивилизованным невозможно. А вам хотелось бы, чтобы вас считали цивилизованным? Ну, в данном случае вопрос не в этом, что я хочу. Это вопрос чисто философский. Тогда вопрос, а что хотите вы? Единственное, каждый хочет любить и быть любимым. Это абсолютно. Каждый хочет жить вечно, никто не хочет умирать и иметь знания. Поэтому дети наши не растут, как бурьян в поле, их отправляют в калиджи, их отправляют в какие-то учебные заведения, потому что знания – это кличе наслаждение. Но высшее, так сказать, наслаждение – это любовь. И эта любовь, заключенная в природе души, она предназначена для Кришны. Но если ты поднимаешься на вершину знания, тебе там очень одиноко, потому что людей, которым ты мог передать, рядом нет. Дело в том, что материальный мир представляет одну четверть всех энергий, которые исходят из Кришны. Три четверти представляет духовный мир, о котором мы, к сожалению, так мало знаем. Даже говоря о духовном, нам сложно представить, что такое духовное и в чем разница материи и духа, если Кришна есть источник того и другого. Основное определение, основные критерии сводятся к тому, что так или иначе. Если это материальное тело, ум, дар речи, даже деньги, мы используем для Кришны, то происходит трансформация энергии. Материи как таково не существует для того, кто находится в сознании Кришны. Точно так же ничего духовного не существует для того, кто не находится в сознании Кришны. Это вопрос сознания. Но я готов предположить, в надежде, что я никого не обижу, что многие из тех, кто смотрит сегодня эту передачу и думает, что они владеют русским языком, но, наверное, половину не поняли из того, что вы сказали. Хотя слова все в общем в основном русский язык. Надо сказать, что русский язык имеет один и тот же корень. Индоевропейская группа языков, и русский в том числе, они значительно ближе к санскриту. Тот язык, на котором говорил Кришна 5000 лет назад. Да будь я негром преклонных годов, и то без уныния и лень я выучил русский только за то, что им разговаривали. Почему бы нам не изучить этот язык, на котором Кришна говорил. Но, правда, Маяковский в результате покончил жизнь самоубийством. Я думаю, что дело не только в девушке, но еще и в том, что он понял, что он писал не совсем то, что соответствовало бы внутреннему настроению. Мы часто бываем рабами окружающей среды. А как у вас в этом отношении? Вы ощущаете ее давление? В данном случае мы находимся в материальном мире. Единственное, что нас поддерживает, то, что мы проповедуем. Дайте мне вашу руку. В материальном мире. Мы находимся в материальном мире. Мы протягиваем друг другу руку. Сегодняшняя наша тема здесь. Любовь – это основа счастья. И сейчас с нами будет Белла. Да, да, здравствуйте. Белла, добрый вечер. Добрый вечер. Блажен, кто верует. Но у меня к вам вопрос. Мне в плане, чтобы вы мне проповедовали, я хотела бы спросить. Хорошо, молиться целый день. А чем вы занимаетесь? Что вы производите? Ведь вы же пользуетесь тем, что любят люди занятые от молитвы. Они не могут заниматься молитвами, не работают, производят что-то. Вы пользуетесь плодами тех, кто что-то производит. А вы только молитесь. Вы решили, что вы только единственный, который хочет стать очень высокой, и приблизиться к Кришне, к Богу. Я не понимаю, чем вы занимаетесь. Может быть, вы бы написали бы картины хорошие, которые бы принесли удовольствие людям. А вы сам себе, то, что вы проповедуете, считаете, что это труд, это удовольствие для вас. То есть, вместо того, чтобы стать луэром или врачом. Да, хороший вопрос. Вы понимаете, у меня просто это прекрасно. Вообще истины нигде нет. Правды вообще абсолютно нет. И, наверное, теория относительности Инстейна тоже относительна. Бэлла, спасибо. У вас отличный вопрос. Он мне ужасно понравился. А вам? Мне понравился этот вопрос. Я готов на него ответить. До того, как я познакомился с Харе Кришном, я был председателем Минградского комитета художников, книги, графики и плаката. Но я и теперь не оставляю свое ремесло. Я пишу книги и сам же их оформляю. Кстати говоря, вот эта обложка, так сказать, в одной из моих картин. Вот, кроме этого, я впервые за всю историю царской России и бывшего Советского Союза открыл вегетарианское кафе. Мне самому приходилось даже готовить, поскольку никто другой не мог этого делать. Где? Это было в Ленинграде. Маклин. Проспект Маклина. Поэтому преданное занимается различного рода деятельности. Вот, так сказать, наш Володя, бизнесмен. Он, так сказать, имеет хороший бизнес. Володя в этом понятен. Да. Но то, что на столе лежат ваши книги, интересно, что Белла не заметила их, потому что, в принципе, если бы это был учебник по арифметике, то вопрос бы, наверное, не возник. Да, разумеется. По крайней мере, не ко мне был бы вопрос. Я не слишком резко изъясняюсь. Какой разговор. Белла, я надеюсь. Теперь с нами будет Яков из Бостона. Яков, вечер добрый. У меня вопрос к вашему гостю в «Желтой мантии». Я знаю, что в Индии, где в основном исповедуется буддизм, много есть животных под охраной закона, святых, коровы и тигры. Но я знаю, что тигра убивают, а их органы некоторые используют в лечебных целях. Как к буддизму относятся к этому? А, в принципе, наши гости к буддизму не имеют отношения, по-моему. Да, вы правы, конечно. Хотя Будда, Будда есть в воплощении Кришны, но его философия, она находится даже в противоречии с Харе Кришной, в философии Бхакти. То есть Шуньявада, философия пустоты, она находится в противоречии с Бхактией, когда есть одна личность и другая, между ними есть какие-то любовные отношения. Тут даже прослушиваются какие-то английские корни. Вада, Вейн. Окей. Александр с нами сейчас из Нью-Йорка. Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Я могу говорить? Пожалуйста, конечно. Я далек, конечно, от учения сознания Кришны, но некоторые люди пытались мне объяснить, и, насколько я понимаю, на мой взгляд, как человек, в общем-то, не атеист, но агностика, будем так говорить, я считаю, что сознание Кришны – это наиболее широкое из всех существующих религий. В сущности, как частные случаи, туда, можно сказать, входит и иудаизм, и производные его, и так далее, и так далее. Вот у меня всегда возникает вопрос в реальности всего этого. Единственное в том, что когда говорят о количестве, предположим, измерений, 347 измерений, 400 тысяч чего-то, у меня всегда вот эти точные цифры всегда вводят немножко в заблуждение. Ведь система счисления, допустим, 5000 лет назад, когда возникло это учение, возможно, были, может быть, другие, может быть, были двоичные системы. Откуда взялись эти цифры? Какова их, ну, как вам сказать, ну, сколько же это не существует? Почему именно вот эти цифры конкретные? 347, 400 тысяч и так далее. Спасибо. Ну, Кришна, Кришна, тот, который является творцом в конечном итоге этой Вселенной, он наверняка знает, сколько видов жизни здесь находится, сколько планет и атомов во Вселенной, он знает все, не сомневается. То есть магии в этих цифрах и числа нету никакой. Нет, и юридическая литература, они упомянуты. То есть изначально веды, это знание, дано было Брахме, творцу Вселенной, затем он передал по цепи ученической преемственности, распространяя его по всей Вселенной. Мне сейчас пришла в голову мысль, я прошу прощения, что если бы я был начальником комитета государственной безопасности Советского Союза, я бы вас немедленно посадил в тюрьму. Ну, в конечном итоге попытки были, но вы видите, Кришна милостив, как говорится. Когда я прочитал в Бхагавадгите, Кришна говорит, мой преданник, когда они погибнут, и вот моя жизнь, я проповедую с 80-го года, это иллюстрация того, то есть я подумал, если Кришна Бог, он верховная личность, и он мне гарантирует, так сказать, что я буду под его защиту, мне было интересно, каким образом он будет это делать, защищать. А как вообще интересно... Это вопрос чисто практически. А в тюрьмах, в зонах, в концлагерях как относились к людям ваши веры? Ну, в данном случае лично ко мне относились весьма положительно, с уважением, более того, что некоторые принимали нашу точку зрения, становились моими последователями. Вы имели неприятности, как говорят? несколько раз я с ними сталкивался, более того, в то время я так сильно проповедовал, что даже те, которые преследовали, либо становились моими последователями, либо боялись, что потеряют классовое чутье и лишатся работы. Вы знаете, у нас с вами намного больше общего, чем можно подумать, потому что, когда я выходил из тюрьмы, мне начальник тоже сказал, извини, говорит, это не я тебя сюда посадил, но ты хороший парень. теперь с нами будет Елизавета. Алло? Елизавета. Да, я слышу вас. Здравствуйте, а мы вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Сева. Здравствуйте, Елизавета. Короче говоря, я люблю ваши передачи, но в данный момент я бы хотела сказать спасибо вашим гостям, что они тоже с вами и с нами. Но, Сева, я бы вам хотела сказать вот что. Вы сказали, что чтобы узнать белое или черное, надо, чтобы был дьявол, дьявол, сатана, да? Я сказал, чтобы познать белое, надо, чтобы было черное, и чтобы познать Бога, необходим дьявол. Да, это запомнил. Дьявол, Бог это любовь, а дьявол зло. Поэтому дьявол никогда нам не нужен, никогда человечеству не нужен. Только Бог. Если даже вы сказали врачи, если больных не будет, врачи, у врачей работы не будет. Это тоже нет. Потому что Бог сделает так, что в будущем такие пророчества, что в будущем не будет ни болезней, ни войн, ничего. Будет очень хороший мир нас ожидает. Поэтому я вот это хотела сказать. И, пожалуйста, знайте, что дьявол и сатана это противники Бога. И даже противники Иисуса. Поэтому христианское учение учит. Не надо нам дьявола. Дьявола не надо. Бог сделает так, что ни болезни, ни чё. Я вас понял, Елизавета. Вы совершенно правы. Может быть, не только христианское, но любое другое. Только другими словами учит, что не надо нам дьявола на нашей территории. Но он совершенно нам необходим за границей. Потому что, если там не будет дьявола, нечем будет пугать тех, кто на нашей территории перестал болеть совершенно. И все отлично себя чувствуют. Когда это бывает? Во-первых, когда ты умер. То есть, в это время никаких болевых ощущений. И, во-вторых, когда просто страшно проявлять нестандартные какие-то чувства. Надо быть такими, как все. То есть, когда ты находишься в условиях тоталитарного режима. Но мы с вами настолько свободны, насколько может вообще быть цивилизованный человек в этом мире. У нас никто не написал нам текста на камере. Я не читаю никаких строк. Вы звоните совершенно свободно. И вас может услышать вся русскоязычная Америка и Канада. Но кто еще может мечтать о такой свободе? У нас запланировано песнопение одно на прощание. То есть, это, в принципе, вот та молитва, та мантра, наверное, которая может помочь многим из вас найти ответы на те вопросы, которые вам не удалось сегодня принести в нашу передачу. Но наше дело молодое. Еще не вечер, так сказать. Не обращайте внимания на то, что за окном темно. Сева, можно? Ира, телезрительница, хотела посмотреть, когда Кришна был молодой. У меня вот есть фотография Кришны. Видны всем? Я надеюсь. Ну, сейчас попробуем увеличить. Это очень важно. Это, вообще, наверное, самое важное, что было в этой передаче. Я сейчас объясню, почему. Мне очень хотелось, чтобы все увидели Кришну, когда он был молодой. Держи, только не тряси, сейчас мы на него направим. Вот он, крупным планом, Кришна. А он похож на девочку, кстати. Я объясню, почему. Потому что, когда красивый мальчик, мама, когда везет мальчика, и мальчик очень красивый, все говорят, какая у вас красивая девочка. Нет, просто мальчик очень красивый. Просто мальчик красивый. Значит, теперь я понимаю. Значит, я показываю всем телезрителям Кришну. Все, я гарантирую вам. У нас осталось 10 секунд. Я гарантирую вам, что все, кто сейчас увидел, все будут счастливы. Их никогда не коснется злые удары судьбы. Все, кто, у кого есть дети, близкие родственники, если они хотят, чтобы их близкие родственники были счастливы, приходите в Мосфильев фильм 421 Брайтен Бичевеню. Я каждому дам такую фотографию. И это же адрес, где можно купить книги Мурали Махана, я думаю, наверняка на Брайтоне. Если у вас появится желание приобрести книги Мурали Махана, эта передача абсолютно не носит коммерческого характера. Я вас уверяю, если вы способны мне верить. Пишите по адресу seva-kaplan.at.yahoo.com И если вам интересно, я свяжу вас. Вы же не откажете, да, Мурали Махана? Послать людям к ней. Напротив? Давайте. С простертыми объятиями мы встретим и, надеюсь, споем вместе эту Харе Кришну мантру. Великая мантра песни «Освобождение». Затевайте. Харе Кришна. Харе Кришна, 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 Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Это сегодня был не только тот самый Каплан. Мурали Махан, Владимир Таранин, всем спасибо. Счастья и любви, потому что любовь – это основа счастья.